Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «Сарапул новости». Сегодня мы подведем итоги уходящего 2023 года и расскажем о самых интересных и значимых событиях в жизни города. Сарапульские острова К строительным работам подрядчик приступил после майских праздников. На сегодняшний день бригады трудятся на двух территориях – возле банка и заправки. Площадь двухсотлетия Сарапула – значимый объект городской инфраструктуры с одной стороны и очаг дорожной аварийности с другой. Поэтому при разработке проекта благоустройства были учтены все решения для ее снижения. Новые дорожки и тротуары, освещение, озеленение, малые архитектурные формы. По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в следующем году будет полностью заменено дорожное полотно в границах площади по улицам Азина и Дубровской. И в будущем же году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят еще одну территорию площади – у дома номер 87 по улице Азина. Так решили горожане в ходе голосования. Одна из обновленных территорий – двор дома номер 58Б по улице Гоголя. К работам подрядная организация приступила в мае и уже сегодня здесь есть заасфальтированный двор с парковочными местами, три удобных лестничных марша. Общая стоимость работ на этом объекте – 3 миллиона 621 тысячи рублей. Часть средств собрали собственники. Это условия участия в федеральном проекте. Более комфортными стали дворы дома номер 28А по улице Амурской и дома номер 142 по улице Азина. Это два дома, образующие один общий двор, жильцы которых также приняли участие в проекте. Здесь на благоустройство двора было потрачено порядка 2 миллионов 205 тысяч рублей. Тем, что получилось, жители в целом довольны. Гораздо лучше, чем у нас было. И мы ждали ремонт очень долго. Я здесь живу уже 46-45 лет и с того времени не ремонтировалась ни разу. Поэтому ремонт был очень долгожданный. Реализация проекта формирования комфортной городской среды в части благоустройства дворов многоквартирных домов будет продолжена и в следующем году. Всего же за время его работы с 2017 года в Сарапуле было отремонтировано около 100 дворов. Напомним, проект «Сарапульские острова» победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Направлено продолжение благоустройства набережной, начиная от улицы Степана Разина и создание в прибрежной зоне современных тематических пространств для отдыха, общения и занятий спортом. Это детский остров с игровой зоной, спортивный со скейт-парком и молодежный комьюнити, остров со сценой, смотровой площадкой, прокатом инвентаря, кафе. Острова будут связаны между собой благоустроенной транзитной зоной. Территория, которая была попросту заброшена, сейчас видно невооруженным взглядом в отдельных локациях, преображается. Я думаю, что будет интересно, в первую очередь, детям и нашей сарапульской молодежи. Акцент, в общем-то, при проектировании был сделан на это. В 2023 году в Сараполе продолжились работы по ремонту улично-дорожной сети. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирована часть улицы Раскольникова. Новые тротуары появились в районе улицы Советской, Гагарина, Гоголя. Это стало возможно благодаря договоренности, достигнутой между руководителями муниципалитета, региона и бизнес-сообществом. В Сараполе завершился дорожно-строительный сезон, в ходе которого в 2023 году был выполнен комплексный ремонт нескольких участков улицы Раскольникова. От улицы Трактовой до улицы Сидельникова, от улицы Горького до улицы Гагарина и дополнительно был отремонтирован участок от улицы Пролетарской до Дубровской. Общая протяженность составила 3 километра. Дорожники уложили новый асфальт, укрепили обочины, обустроили съезды и нанесли разметку. Семь автобусных павильонов заменили на новые. В двух местах оборудованы пешеходные переходы с искусственными неровностями. Появились пандусы, барьерные ограждения и дорожные знаки. Общий бюджет составил более 90 миллионов рублей. Качество проведенных работ оценила рабочая комиссия совместно с представителями Народного фронта. В 2024 году в рамках нацпроекта будут отремонтированы улица Мечникова и Полевая, площадь 200 лет Сарапулу и квартал по улице Гагарина от 1-й дачной до Некрасова. Как по накатанной делятся впечатлениями от обновленных тротуаров жители Эликонда. Калинина – главная улица микрорайона с большим транспортным и пассажирским потоком. Востребована она и работниками завода Эликонд. Поэтому руководство предприятия с готовностью участвует в инициативах и мероприятиях по благоустройству. Одним из них стало обустройство новых пешеходных дорожек по обеим сторонам улицы. К работам строители приступили в начале сентября. И уже сегодня можно оценить результат их работы. Сегодня можно наблюдать, ну, меня правда очень радующий результат, потому что мы в отдельных участках тротуары расширили до нормативных. И сегодня только по нечетной стороне улицы Калинина тротуар соединяет, ну, с учетом перехода через Гончарова, парк Победы и Позитрон, будущий спорткомплекс, ДК «Электрон», детский сад номер 43, сам завод, поликлинику и выход к обновленному такому новому месту для Эликондовца в Пороковской поляне. Наши предприятия, к великому счастью, очень плотно работают с городом и в городских инициативах. И в инициативах самих заводчан. По словам руководителя акционерного общества Эликонд Анатолия Наумова, для предприятия участие в проектах и мероприятиях по благоустройству и улучшению инфраструктуры микрорайона такая же важная задача, как и развитие самого завода. Это только начало, думается, потому что сегодня завод находится на подъеме. Завод сегодня состоятельная структура, которая может позволить себе заняться конкретными видами благоустройства. Впереди у нас перспектива асфальтирования площадей и других пешеходных дорог, которые направлены в сторону завода. Развитый благоустроенный микрорайон – это решение кадровых и социальных вопросов, привлечение специалистов, забота о заводчанах, ветеранах предприятия и всех жителях. Уже в этом году будут приведены в порядок пять пешеходных участков в исторической части города. Сейчас идут работы на улице Советской, недалеко от перекрестка с улицы Раскольникова. Здесь будут вымощены новой брусчаткой тротуары по обе стороны улицы. С нечетной стороны – от улицы Раскольникова до въезда во двор, с четной – от перекрестка до остановочных павильонов. Уложенная больше десяти лет назад плитка уже начала проседать, участок требовал ремонта. И это только часть объектов, которые будут благоустроены этой осенью. Появится тротуар на протяженности по Гагарина от улицы Труда до улицы Красноармейска по четной стороне. Там тоже на одном из участков его практически нет, и люди вынуждены ходить по дороге. Поэтому вот эта тротуарная сеть центра города, она все больше будет комфортной, закольцованной в каком-то смысле. И еще такой один важный тротуар для школьников 15-й школы, для горожан – это тротуар по улице Гоголя от Горького до Советского. Доля налоговых отчислений от деятельности, работающих на территории города предприятий, будет целенаправленно израсходована на благоустройство Сарапула. Это совместное решение руководства республики, муниципалитета и предпринимателей. Не секрет, да, по доходу налог, одна часть остается в городе, да, в муниципалитете, другая часть идет в регион, да. А глава республики, в связи с тем, что это не запланированы доходы в бюджет республики, да, то в форме субсидий возвращает муниципалитет, и они идут на благоустройство города. Продолжить реализацию инициативы планируется и в будущем году. Вот, всего в рамках этого проекта мы направим в тротуарную сеть порядка 15 миллионов рублей, ну, а следующий год уже тоже сейчас формируем план, план график, там сумма будет больше. Ну, в общем, искренние слова благодарности за эту инициативу, за то, что мы были поддержаны. В общем, еще один шаг благоустройства нашего города. Сарапул подвел итоги участия в республиканском конкурсе проекте инициативного бюджетирования «Наша инициатива». В нынешнем году получили поддержку 8 предложенных гражданами проектов. Половина из них – щебнение дороги в частном секторе. Также среди воплощенных в жизнь проектов организация освещения дорожки по Руковской поляне в микрорайоне Эликонт и строительство на территории школы номер 12 современной спортивной площадки. Не пройти, не проехать. Много лет для жителей улицы Лазурной в микрорайоне Гудок-2 добраться до своих домов в Распутицу было испытанием. Грунтовая дорога превращалась в непролазную грязь. Пока хозяева домовладения не решили поучаствовать в проекте инициативного бюджетирования. Потому что невозможно было здесь ходить, не то что ездить, ходить невозможно было. В плохую погоду, в весенний период появилась возможность, что проект с городом, город может помочь. И вот получается, решили попробовать и получилось. Часть средств собрали сами, с остальной частью помогли республиканские и городской бюджеты. Всего было потрачено 571 тысячи рублей. Щебенка отсыпали не только дорогу, но и подъезды к домам. Еще одна улица на Гудке-2, по которой благодаря инициативному бюджетированию теперь можно не только ездить, но и ходить – Мартовская. Щебенение дороги протяженностью 400 метров с устройством водоотводных канав обошлась в 1 миллион 718 тысяч рублей. Самое ценное в этих проектах – это инициатива горожан, коей мы призываем уже не первый год. Этот год у нас реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования. Они, скажем так, все разные, но половина из них – это как раз-таки дороги в нашем частном секторе. Объекты гарантийные, поэтому, конечно, за ними надо будет еще смотреть последующие годы. Не все сразу, но в общем и целом оценка от жителей достаточно высокая. Щебенение дорог в частном секторе – одна из самых популярных инициатив горожан, решивших поучаствовать в бюджетировании. Из восьми реализованных в нынешнем году в Сарапуле проектов половина связана с дорожным благоустройством. В составе победителей и реализованных уже проектов есть и спортплощадка школы 12, есть освещение части водоотводного канала нашего, Дубровская до Ленина по обеим сторонам, я тоже думаю, что жители увидели. Есть, например, детская площадка на Мысовской и Пороковская поляна, я тоже о ней говорил, команда инициаторов сделала там освещенную лыжную трассу. Общая сумма, потраченная на все 8 объектов, составила более 9 миллионов рублей. Из которых 6 миллионов 300 – это деньги республиканского бюджета, чуть менее миллиона деньги местного бюджета, чуть менее миллиона средства спонсоров и непосредственно вклад жителей тоже где-то в размере 968 тысяч рублей. Открытие спортивной площадки на территории школы номер 12 стало торжественным. Здесь и школьники, спортсмены, победители различных соревнований, родительский состав и, конечно, жители микрорайона. Совместно с инициативной группой, благодаря которым в результате участия в республиканской программе инициативное бюджетирование появился спортивный объект. Проект «Победитель» был реализован за счет республиканского финансирования, собственных средств и спонсорской помощи. Общая стоимость составила 1 миллион 746 тысяч рублей. На этом активисты останавливаться не собираются. К участию вновь готовят два проекта. В дальнейшем плане мы планируем выходить на инициативное бюджетирование 2024 года. В идеале, конечно, выйти с двумя проектами сразу, потому что мы планируем здесь сделать беговую дорожку и площадку под ГТО. По проекту «Главная дорога» в этом году было проведено щебенение на 41 участке общей протяженностью 18 километров. Напомним, «Главная дорога» – это уникальный проект, реализуемый в нынешнем году в Сарапуле при поддержке руководства Удмуртии. Многолетней проблемой для жителей микрорайона Новосельский являлись дороги. Добраться в распутицу до работы, детского сада или школы было испытанием как для людей, так и техники. В этом году в рамках проекта «Главная дорога» дорогу по основной улице жилого района, улице воздушных кораблей протяженностью более 1200 метров не только защебенили, но и обустроили здесь водоотвод. Финансирует работы по щебенению сарапульских дорог республиканский бюджет. Общий объем средств составит порядка 100 миллионов рублей. Для нас, для Сарапула это очень значимая тема, и я очень благодарен правительству республики и лично Александру Владимировичу Бричалову за то, что поддержали нас в этой инициативе. Мероприятия по щебенению дорог в частном секторе присутствуют уже не первый год, в том числе в народной программе «Единой России». Но вот это первый год такой значимой и серьезной реализации в Сарапуле, и улица воздушных кораблей занимает в списке всех объектов, которые мы выполним в течение этого года, наверное, самый большой и самый ключевой объект. До конца года будет защебенено порядка 30 участков дорог частного сектора. Это первый объект из этого списка, который, да, сделан полностью, уже тоже близится к завершению дороги, которые ведут к горе Урал, к нашей смотровой площадке. Работы будут проведены в жилых районах Радужный, Гудок-2, в Западном. Поэтому мы постарались учесть все микрорайоны города, где частный сектор. Выделенные из регионального бюджета в рамках реализации проекта «Главная дорога 100 миллионов рублей» будут направлены не только на щебенение дорог частного сектора, но и на устройство водоотвода на тех участках, где это необходимо. Надо сказать, что мы еще в эту сумму включили важнейший инфраструктурный проект – проектирование дороги по улице Мира. Это такая слабодневная для нас история, но без проекта и одним щебенением там точно не справиться. О том, как ведутся работы по проекту, на днях проверил глава Сарапула Виктор Шестаков. Объектом его внимания на этот раз стали два участка – по улице Добролюбова протяженностью более полукилометра, где работы уже завершены, и по улице Котовых в жилом районе Котова длиной 325 метров. Среди обновленных дорожных объектов – щебенение дорог в отдаленных городских районах, путей, ведущих к сарапульским достопримечательностям, в частности, к смотровой площадке горы Урал. Обновить и придать исторический облик – такой целью задалось руководство Сарапульского электрогенераторного завода, предложив идею преображения старых малоэтажных домов, которые когда-то были построены как жилье заводчан. Инициативу поддержали представители руководства города, депутаты Сарапульской городской думы и, конечно, сами жильцы. Первой ласточкой стал дом номер 7 по улице Электрозаводской. У малоэтажных заводских домов в районе улицы Электрозаводской, Фрунзе и Жуковского возраст почтенный. Многие из них уже давно отметили полувековой юбилей и состояние строения требовало ремонта. Представители руководства завода совместно с депутатами провели собрание с жителями этих домов и предложили свою помощь в их преображении. Первыми ее приняли жильцы дома номер 7 по улице Электрозаводской. Мы уже повстречались с 10 домами нашего так называемого квадрата, где провели встречи с жильцами и есть протоколы для того, чтобы начинать восстановление именно в таком стиле. Почему такой цвет? Мы долго работали с нашими историками и нам подсказали, что именно изначально был исторический облик именно такой цвет. И это подтвердилось, когда мы сняли первый слой штукатурки. На этот объект строители зашли 1 сентября и на сегодняшний день полностью капитально восстановили фасад здания, покрасили трубы. Жильцы выполненным ремонтом остались довольны. Дом-то уже сколько, 60 лет, весь такой обшарканный. Ну вот депутаты подошли, сказали, что можем помочь. Мы согласились, ну и мы помогали, пока вот нам делали. В своей очереди ждут еще порядка 10 домов. В рамках реализации инициативы, рассчитана она на 3 года, строение отремонтирует и вернут им исторический облик. О высоком потенциале Сарапула, как экономическом, так и культурном, говорят на уровне руководства республики. Глава региона Александр Бричалов встретился в рамках майского визита с семьями военнослужащих участников специальной военной операции, а также посетил круглый стол по развитию города Сарапула. Глава Сарапула Виктор Шестаков, презентуя на круглом столе проект «Старый облик, новое лицо», который занял первое место в конкурсе лучших муниципальных проектов Удмуртии, отметил, что обновленный исторический центр Сарапула – яркий пример совместной работы власти, бизнеса и общества. Мы посчитали, миллиард 312 миллионов мы положили в эту территорию, начиная с 2017 года, с первого федерального транша, и вот здесь, в том числе, конечно, безусловно, внебюджетные средства. Это и ФЦП развития внутреннего и въездного туризма вместе с региональными объединениями 290 миллионов. Это и ФКГС, и конкурс «Малогородский последний». Я разрешил бы себе включить сюда, мы нынче будем реализовывать. Благоустройство причала, реконструкция центрального сквера и набережной Камы, ремонт фасадов зданий в центре – за преображением стоят не только серьезные финансовые вливания, но и люди, чьи инициативы и идеи, касающиеся развития города, успешно воплощаются в жизнь. Результат радует и жителей, и гостей Сарапула. Кстати, о последних. Сарапулу есть, что предложить туристам. Например, около 30 туристических маршрутов, о котором на круглом столе рассказала директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Криклина. Глава Удмуртии Александр Бричалов в ходе своей поездки в Сарапул лично оценил те положительные изменения, которые происходят с городом, в частности, с его исторической частью в последние годы, и выразил уверенность, что стать Сарапулу туристической жемчужиной – дело нескольких ближайших лет. Я очень рад тому, что все то, что мы вместе сделали к 2023 году, практически все объекты запущены. И дача Башенина, и напротив парк Пушкинский. То есть Сарапул имеет такую полноценную туристическую программу. Реализация в Сарапуле инвестиционных проектов стала объектом внимания и председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова. Это в том числе строительство коммуникаций и автодороги к Сарапульскому заводу растительных масел и введение в эксплуатацию первого тепличного блока Объединенной цветочной компании. Строительство автомобильной дороги по улице Индустриальной – значимый и необходимый объект инфраструктуры не только для находящихся здесь предприятий, в том числе Сарапульского завода растительных масел, первого в Удмуртии предприятия по глубокой переработке РАПСа, но и всего микрорайона. Это совместный проект, реализуемый государственной корпорацией развития ВЭБ-РФ и республиканским и городским бюджетами. Общий объем вложений – 120 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнены работы по перекладке сетей напорной канализации и линий связи, установлен светофор, частично завершена укладка водоотводных труб. Сейчас строители укладывают дорожное полотно и монтируют силовые кабельные линии. В этом году здесь появится новая асфальтированная дорога с тротуарами и освещением. У нас сейчас увеличился грузопоток по транспорту, по сырью и по готовой продукции соответственно. Мы эту дорогу очень ждали, почти три года. Уже в одну сторону движение запустили. Это значительно облегчило транспортные потоки. Следующим пунктом в программе визита председателя правительства стало посещение объединенной цветочной компании. Два года назад предприятие, также являющееся резидентом территории опережающего развития, начало строительство большого тепличного комплекса по выращиванию роз площадью 9,3 гектар. 25 сентября этого года был официально запущен первый производственный блок. В планах после сдачи всех трех блоков комплекса производить до 18 миллионов цветов в год. Этапы ввода второй очереди – это ноябрь месяц у нас посадки. Этапы ввода третьей очереди – это у нас конец декабря, начало января. Реализация у нас продукции по всей России. Ярослав Семенов назвал Сарапул образцовой территорией в Удмуртии в плане реализации инвестиционных проектов. Для нас, в целом, для республики очень важно, что это один из лучших примеров реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития. И здесь участие и бизнеса, безусловно, участие государства. Республика вложилась в сети электрогаза и водоснабжения порядка 140 миллионов рублей. А то, что проект получился, это благодаря предпринимательской инициативе и, безусловно, благодаря поддержке в том числе и города. О необходимости совместной работы бизнеса и государства по инвестированию в экономику регионов говорят на самом высоком уровне. Новые предприятия – это рабочие места, развитие инфраструктуры, налоги. И сегодня же мы с вами были на заводе по производству рапсового масла. Это тоже совершенно новое для всей нашей республики направление. Начинали с одного завода, сейчас уже функционируют три. И здесь точно так же и бизнес, и республиканские, и муниципальные власти работают сообща. Мы со своей стороны привлекаем средства корпорации ВЭП. Раньше, я напомню, это называлось фонд моногородов. И там также на 120 миллионов рублей мы строим дорогу, мы помогаем сетями. Бизнес видит открытую позицию в рамках инвестиционной привлекательности региона. Глава Сарапула Виктор Шестаков заверил, что работа по привлечению инвестиций и открытию новых востребованных производств будет продолжена. Это, как отметил глава, свежее дыхание сарапульской экономики. Переференциальный режим у нас сегодня продлен до 29 года. У нас есть в наличии в общей сложности порядка 370 гектаров земли для инвестора. Есть более 20 объектов капитального строительства. Поэтому мы открыты, мы участвуем во всех презентационных мероприятиях. Сегодня на территории Сарапула работают 27 предприятий-резидентов территории опережающего развития. Это порядка 6 миллиардов рублей инвестиций и почти 5 тысяч рабочих мест. Уходящий год отмечен в Сарапуле экономическим ростом. Увеличили объемы производства и открыли новые рабочие места городообразующих предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Кроме того, активно работают предприятия малого и среднего бизнеса. Их в Сарапуле более 6 тысяч, на которых трудится около 40% занятого населения. А удельный вес налоговых поступлений в общем объеме доходной части бюджета составляет более 30%. Реализуют инвестиционные проекты 26 резидентов территории опережающего развития. Среди самых крупных проектов это строительство логистического центра «Вайлберис», тепличного комплекса «Объединенной цветочной компанией» и технопарка климатической техники «Иксел Сарапул», который будет запущен в будущем году. Будущий технопарк появится на месте заброшенной территории бывшей промзоны, чей унылый вид и плачевное состояние вызывали справедливые нарекания горожан. Поднят и заведен под крышу основной производственный корпус, залитые полы ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей. К зданию подведены практически все коммуникации. Эти мероприятия реализованы в рамках поддержки инвестора региональным правительством. Мы в рамках поддержки инвестора подвели сюда необходимую инфраструктуру на 138 миллионов рублей. И в рамках визита посмотрели сегодня уже сданную эксплуатацию подъездные пути, тротуарные сети и освещение. Продолжаются работы подключения к электричеству, газ уже подведен. На площадке нового технопарка открыть его планируют в начале следующего года будут работать четыре инновационных предприятия, выпускающих востребованную продукцию – тепловую и климатическую технику, электрические зарядные станции и нагревательные элементы. Объем инвестиций в реализацию проекта по строительству технопарка – порядка 1,7 миллиарда рублей. Для города и его жителей технопарк – это не только более 300 новых рабочих мест, но и развитие инфраструктуры. Одновременно со строительством объекта инвестор занимается благоустройством прилегающей территории. В рамках постановления правительства 1704 мы реализовали совместно с городом программу по строительству дороги, плюс тротуар, который соединяет южный поселок и железнодорожный вокзал. Я думаю, что все жители города приветствуют это и относятся к этому сугубо положительно. Плюс дальше мы планируем развивать вот этот участок. Отремонтированную дорогу с новыми освещенными тротуарами жители микрорайонов уже оценили. Дальнейшие работы по благоустройству озеленению продолжатся весной. Подводя итоги работы медицинской отрасли в выходящем году, главный врач Сарапольской городской больницы Евгений Маслов отметил, что решение кадрового вопроса было и остается одним из главных. Дарья Терехина врачом мечтала стать с детства. В 2021 году она закончила Ижевскую медицинскую академию по специальности лечебное дело, а уже в нынешнем – ординатуру как врач-офтальмолог. Дарья Игоревна уверена, что выбрала одну из самых красивых специальностей в медицине. Начать свой профессиональный путь молодой доктор решила в родном Сарапуле. Есть уже опыт общения с пациентами в ординатуре. То есть здесь в принципе ничего не изменилось, все то же самое. Такие же пациенты, все со своими проблемами. Каждого надо выслушать, каждому надо помочь, каждому надо уделить время. С пациентами мне общаться очень нравится, лечить их очень нравится, коллектив очень хороший. Несмотря на то, что Дарья Терехина работает в Сарапульской поликлинике всего три недели, она уже зарекомендовала себя среди коллег и пациентов как грамотный и внимательный специалист. Диагностировать нарушение зрения у пациентов доктору помогает новый современный автоматический рефрактометр. Такие аппараты недавно получили шесть подразделений Сарапульской городской больницы. Подводя итоги работы медицинской отрасли в уходящем году, главный врач Сарапульской городской больницы Евгений Маслов отметил, что решение кадрового вопроса было и остается одной из главных задач. Помимо офтальмолога к нам в этом году пришли четыре рентгенолога, часть из них внешние совместители, но очень хорошо работают. Семь терапевтов, два терапевта пришло по целевому направлению от нашей больницы, вернулись к нам. Два анестезиолога, три травматолога, пять врачей приемного отделения, один хирург, эндокринолог, и второй эндокринолог у нас сейчас проходит обучение в Ежевской государственной медицинской академии. У нас в январе будет два эндокринолога. И также к нам пришел врач-бактериолог. Работа по привлечению молодых специалистов продолжается. Для молодых специалистов, которые заканчивают высшее учебное заведение, у нас есть грант от Министерства здравоохранения, 500 тысяч рублей для молодого специалиста, и возможности предоставления жилья. Это в разных вариантах может быть. Либо это муниципальное жилье, либо это помощь в съеме жилья. Также среди ключевых задач развития отрасли – укрепление материально-технической базы, оснащение новым современным оборудованием, ремонт лечебных учреждений. Помимо рефрактометра к нам поступили аппараты УЗИ. Это шесть аппаратов переносных и шесть стационарных аппаратов. Также были распределены между базами в кабинет УЗИ. В этом году в третьей поликлинике у нас установлен новый флюорограф цифровой. Оборудование в подразделении СГБ поступило в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом России Владимиром Путиным. В районе железнодорожного вокзала продолжается строительство новой поликлиники на 500 посещений в день. Появление в городе современного лечебного учреждения станет возможным благодаря реализации национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это будет не просто поликлиника, а четырехэтажный медицинский комплекс на 500 посещений в день общей площадью более 7 тысяч квадратных метров, с кабинетами для врачей, отделениями неотложной помощи, функциональной диагностики, физиотерапии и реабилитации. А также клиника диагностической лаборатории, эндоскопическим отделением и Центром амбулаторной онкологической помощи. Часть поликлиник вообще находится в приспособленных помещениях. Эта поликлиника вместит в себя помещения первой и второй поликлиники, находящиеся по адресам Ленина 5, Ленина 80, вместе со всем персоналом и с прикрепленным населением. К работам строители приступили в мае. Расчистили площадку, убрали растительность, подготовили котлован. Завершить строительство планируется к 2025 году. В уходящем году в рамках программы модернизации школьных систем образования нацпроекта образования, инициированным президентом России Владимиром Путиным, были отремонтированы две сарапольские школы. Капитальный ремонт проведен в школе номер один, закуплены новая мебель, методические пособия, а также в рамках реализации программы по капремонту школ был обновлен актовый зал лицея номер 26. С нетерпением ждут момента, когда войдут в обновленные светлые классы и учителя, и дети с родителями. Последние рады завершению ремонта не меньше своих чад. Ведь пока шли работы, в течение нескольких месяцев приходилось водить и возить детей учиться в другие школы города. Более 20 миллионов рублей было потрачено на строительно-монтажные работы. Это и утепление здания, замена коммуникации, ремонт пола, потолка, стен в школьных помещениях и столовой, замена подоконников и дверей, облицовка лестничных проемов и фасада здания. Еще 10 миллионов направлены на новое школьное оснащение, мебель, оборудование, методические пособия. В ходе этого проекта нам были выделены деньги на оборудование около 10 миллионов. Вот 3 миллиона 600 мы направили эти денежные средства на узкие специалисты, потому что у нас идет увеличение классов ОВЗ. Это для учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. Полностью мы закупили оборудование для работы с детьми классов ОВЗ, для работы мелкой моторики, для развития памяти, для ориентации. Все эти изменения положительно скажутся на работе педагогов школы с учениками с ограниченными возможностями здоровья. Таких классов в предстоящем учебном году будет 7. Первый в Удмуртии школьный кванториум открылся в Сарапуле на базе лицея номер 18. Это совершенно новый формат внешкольной работы с учениками 4-11 классов, где подростки в проектной форме осваивают перспективные, естественно-научные и технические направления. Учатся моделировать и проектировать. И все это в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Три современных оснащенных класса химии, физики и биологии плюс хай-тек-лаборатория с 3D-принтерами и другим современным оборудованием. За год кванториум сможет принять более 500 учеников школ города. Первый в республике школьный кванториум открыли в Сарапуле на базе лицея номер 18. Здесь в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования был выполнен ремонт, закуплена новая мебель, учебное оборудование, отвечающее современным требованиям преподавания учебных предметов естественно-научного цикла. Под кванториум в лицея отвели 5 кабинетов. Там появилась современная техника и оборудование последнего поколения, которое позволит ребятам выполнять технические и естественно-научные проекты для решения реальных проблем и задач. Кванториум – это образовательная площадка. Его основная цель – подготовка высококвалифицированных кадров, разработка, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Общий бюджет образовательного проекта составил более 26 миллионов рублей из федерального и городского бюджетов, были привлечены в небюджетные средства. Место расположения выбрано не случайно. Лицей находится в одной из центральных частей города. Детский технопарк «Кванториум» будет функционировать в двух режимах. Первую половину дня на базе «Кванториума» будут проводить уроки, а во вторую половину дня будут проводиться занятия по программам дополнительного образования для обучающихся школ города Сарапула. 77 учителей-предметников, воспитателей, педагогов дополнительного образования в этом году стали участниками традиционного городского конкурса «Педагог года». Участникам предстояло продемонстрировать свою находчивость, творческие способности, изобретательность и профессионализм. В итоге в тройку призеров вошли преподаватели школ номер 7, 13 и 8. А учитель истории лингвистической гимназии номер 20 Филипп Мерзляков стал финалистом всероссийского конкурса «Учитель года России-2023». О том, что педагог должен быть разносторонне развитым, ни для кого не секрет. Но настолько, чтобы дефилировать по сцене как профессиональная модель, это стало открытием для многих. В финальном состязании встретились 10 финалистов, среди которых учителя-предметники, воспитатели, педагоги и дополнительного образования. За плечами у них несколько месяцев конкурсных испытаний, видеовизитки, методические семинары, занятия, уроки, классные часы. В заключительном этапе участникам предстояло приложить все усилия, чтобы доказать, что они лучшие. Недюжинную фантазию и выдумку финалистки проявили, выступая в творческом испытании «Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня». Рассказывая о своем профессиональном призвании, педагоги пели, танцевали, жонглировали, использовали в своих номерах разные образы. Ожидание объявлений итогов конкурса заставило понервничать не только участниц, но и членов их групп поддержки и зрителей. Абсолютным победителем была признана учитель русского языка и литературы школы номер 7 Аделина Караваева. Молодой преподаватель сумела покорить не только сердца своих учеников, но и строгой жюри. Обладательницей серебряной награды также стала молодой учитель русского языка и литературы, но и школы номер 13 Анна Трапезникова. Третье место завоевала учитель начальных классов школы номер 8 Юлия Бойченко. В рамках открытого диалога с главой города Виктор Шестаков проводил в течение года встречи с старшеклассниками, студентами и молодежи города. Глава говорил о стратегии развития Сарапула, его будущем и о том, что в городе есть все условия для того, чтобы жить, работать, учиться и строить личную жизнь. О том, что Сарапул город для жизни, где есть условия для того, чтобы профессионально развиваться, строить жизнь, создавать семьи, будущие выпускники узнают от первого лица. Встречи в рамках открытого диалога с главой, возможность познакомить с тем потенциалом Сарапула, который в будущем молодежь может использовать, в том числе при трудоустройстве. Я надеюсь, что это на самом деле такой цикл систематических встреч открывается, и я все сделал для того, чтобы он был ежегодным, чтобы эти встречи были таким рядовым явлением для выпускников нашей школы и техникумов. Иду и рассказываю о том, что в городе сделано, чем он славится и какие у него перспективы, и отвечаю на вопросы, которые поступают из зала. Есть развернуться в профессиональном плане. Помимо крупных заводов и фабрик, много предприятий малого и среднего бизнеса, более двух десятков компаний, резидентов территории опережающего развития, реализующих инвестиционные проекты. Здесь ждут молодых специалистов, в том числе и рабочей сферы, строителей, швей, поваров, кондитеров и готовы предложить достойные условия. Развивается и социальная сфера, город благоустраивается. Учреждения образовательной сферы готовы принять воспитателей, учителей начальных классов, преподавателей физкультуры, педагогов дополнительного образования, тех, кого сегодня готовит Сарапольский колледж социально-педагогических технологий и сервиса. С его будущими выпускниками Виктор Шестаков также провел встречу в рамках открытого диалога. Студенты задавали главе интересующие вопросы, касающиеся, в частности, мер поддержки молодых специалистов, благоустройства города. Цель таких встреч с будущими выпускниками не только познакомить их с сегодняшним днем Сарапула, перспективами его развития, рассказать о работе предприятий, социальных учреждений, но и донести до молодежи, что в Сарапуле есть все условия для успешной жизни. Ценная часть этих мероприятий – ответы главы на вопросы юных участников. В этот раз их поступило довольно много. Старшеклассники интересовались будущим города через 10 лет, развитием инфраструктуры, мерами поддержки молодых специалистов. Задавали Виктору Шестакову и личные вопросы. Самое ценное в этих встречах – это вопросы, которые звучат, что называется, из зала. Они совершенно разные, но это позволяет оценить уровень заинтересованности и некой обратной связи по отношению к городу. Вопросы понравились, скажем так, которые связаны с тем, как будет развиваться город. Ну и какие-то личные вопросы по мне. На них очень тяжело отвечать, и поэтому порой не просто сориентироваться. Городу нужны светлые головы и умелые руки, обратился глава к будущим выпускникам. Сегодня существуют меры поддержки молодых специалистов при их приеме на работу на предприятия и в учреждения, что также может стать стимулом вернуться в город и трудиться на его благо. Встреча с Виктором Михайловичем пошла, я считаю, на пользу, как всем ученикам. Многие получили новое знание, как о городе, так и о профессии нашего главы города. Такие встречи нашему городу нужны, нужны нашему обществу в целом, чтобы складывалась какая-то оценка, чтобы люди приезжали сюда, работали, заводили семьи. В уходящем году с мая по октябрь Сарапул принял рекордное количество теплоходов с туристами – 157, на которых прибыли в Сарапул 30 тысяч туристов. Также впервые с 1996 года в Сарапуле пришвартовался скоростной метеор. Уверенно рассекая водную гладь, скоростной теплоход на подводных крыльях нового поколения, детище Зеленодольского завода, спешил к Сарапульскому причалу, где его ждали горожане, а также представители руководства Сарапула и Удмуртии. Если жители пришли на пристань в основном для того, чтобы увидеть речной экспресс, то у официальных лиц была вполне конкретная цель – наладить межрегиональное сотрудничество в сфере водного туризма. На борту Мусы Джалиля в Сарапул прибыла делегация правительства Татарстана, туроператоры-журналисты двух регионов. Более четверти века Сарапул не принимал судно подобного класса. И сегодня мне бы очень хотелось, чтобы в каком-то смысле вершилась история. И те наши совместные планы с Республикой Татарстан обязательно осуществились. У пассажиров метеора была возможность лично оценить туристические возможности Сарапула и инфраструктуру для открытия нового водного турмаршрута. Сначала на пристани Сарапул встретил гостей театрализованным представлением с участием исторических персонажей. Затем пригласил на купеческий обед, на экскурсию по музейному кварталу, где в этот день прогуливались барышни и господа в нарядах начала XX века, щебетали юные гимназистки во главе с рыжей девочкой Евой Кюн, зазывали прохожих, продавцы газет, обсуждали насущные дела, купцы и приказчики. Посещение дачи Башениной и купеческой чайной с дегустацией продукции сарапульских производителей не оставило равнодушным никого. Регулярное речное сообщение Елабуга-Сарапул планируется запустить уже в будущем году. Ожидается, что это будет несколько рейсов в неделю. Межрегиональное развитие пассажирских перевозок станет еще одним уверенным шагом к популяризации речного туризма между двумя соседними республиками. В мае в рамках 4-го литературного фестиваля на родине Чайковского Сарапул принимал интересных гостей. Актер театра и кино, продюсер, педагог Никита Высоцкий провел во Дворце культуры радиозавода поэтический вечер «Своя колея». В Центральной библиотеке имени Крупской прошли творческие встречи с художниками и писателями. Фестиваль на родине Чайковского стал заметным культурным событием не только в рамках города и республики, но и страны. Виктория Лидерман – автор книг «Календарь Майя. Теория невероятностей. К доске пойдет Василькин» и других. Их герои – обычные современные школьники со своими проблемами, ошибками, мечтами, увлекающиеся компьютерами, ведущие страницы в соцсетях. По дебютной повести для подростков «Календарь Майя» даже снят фильм, который по окончанию творческой встречи ребята смогли посмотреть в кинозале библиотеки. А что делает детскую книгу привлекательной? Конечно, картинки. Все о детской книжной иллюстрации знает еще одна гостья в фестивале – художник Ольга Ионайтис, работавшая со сказками Сергея Михалкова, Эдуарда Успенского, Ганса Христиана Андерсона, Шарля Перо, Астрид Лингрен. Ольга Рамуальдовна провела для юных художников мастер-класс. Творческую встречу, но уже преимущественно со взрослыми читателями, провел писатель и библиограф, автор биографий классиков литературы XX века Алексей Варламов. Алексей Николаевич поделился своими впечатлениями о Сарапуле, в котором он впервые. Чудесный город, производит впечатление такого чуть ли не курортного города, на берегу красивейшей реки, действительно удивительная природа, атмосфера вот такого старинного купеческого города. Я к стыду своему даже не знал, что есть такой город Сарапу, вот, и увидеть это для меня – это просто какой-то подарок. С мая по сентябрь в Сарапуле проходил традиционный фестиваль «Пятница». Гостей и жителей города ждали выступления вокалистов, танцоров, спортсменов, представителей национально-культурных объединений, а молодежь зажигала на акустической площадке творческого объединения «Зеленка». «Пятница» мы соскучились, признавались в любви любимому фестивалю «Горожане». Очень только продолжительные эмоции, очень замечательные, очень рада, что открылся снова этот фестиваль, мы очень ждали. И все замечательно, и все с душой и поют, и танцуют, это очень хорошо. Музыку, вот эту атмосферу очень прям заряжает. Ждали открытия, да? Да. Нравятся обе площадки, потому что на них выступают очень талантливые люди, и делятся очень хорошим настроением и зарядом. Да, каждый год. Да, стараются приходить, да, очень интересно, потому что и весело. И даже гости города, побывавшие в этот вечер на набережной Камы, прониклись пятничной атмосферой. Так как я музыкант, режиссер, я прям оценила, да, очень хорошо. Впечатления хорошие, да? Впечатления хорошие, очень молодцы, и прям даже обидно, может быть, за и жест, что нас такого мероприятия не проводят, но я думаю, что мы будем к этому двигаться. Как и в предыдущие сезоны, творческая программа проходила на двух сценах. На основной площадке в рамках двухчасового творческого марафона выступили участники художественной самодеятельности, Дворца культуры «Электрон», конкурсов «Краса студенчества» и «Прикамские перезвоны». Задорные песни, в том числе на языках разных народов, проживающих в Сарапуле, зажигательные яркие танцы, патриотические композиции не оставили равнодушными никого. Было чем заняться и любителям спортивных настольных игр. Также в рамках пятницы была организована выставка «Архивные свидетельства сороковых», где представлены фронтовые письма, дневники и фотографии участников Великой Отечественной войны. Традиционно работала еще одна музыкальная площадка. Здесь звучали ковер-версии известных, в том числе рок-композиции, в исполнении участников творческого объединения «Зеленка». Молодежь зажигала по полной. Кстати, на «Зеленке» может выступить любой желающий в возрасте от 14 лет. Здесь ждут талантливых ребят. Восемнадцатый раз Сарапул участвовал лауреатов конкурса «Одаренное детство». Высокое звание в 2023 году получили 96 юных и талантливых детей. Уже восемнадцатый раз Сарапул торжественно поздравляет победителей городского конкурса «Одаренное детство». В этом году их рекордно много – 96 человек. Юные спортсмены, танцоры, певцы, музыканты, актеры, общественники. Зал заседания администрации еле вместил всех лауреатов. Я посмотрел некоторых номинатов. Мне кажется, у нас уже есть отдельные семьи, дети которых уже вся семья от «Одаренное детство» разных лет. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы прилагаете чуть больше усилий, чем ваши сверстки и добиваетесь самых высоких наград. Успех детей – это также усилия их родителей и педагогов. Лауреатам конкурса «Одаренное детство» Сарапула вручили свидетельство о занесении их имен на доску почета, которую по традиции торжественно открыли на фасаде Дворца культуры радиозавода. Своим сверстникам ребята желают не расслабляться, не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Уже несколько лет по федеральной программе «Большие гастроли» сарапульский зритель имеет возможность видеть лучшие постановки театров со всей страны. В нынешнем году в Сарапульском драмтеатре с ансологом прошли гастрольные спектакли из Сибири – труппы Матыгинского драматического театра. Цель, стартовавшей в 2014 году федеральной программы «Большие гастроли» – сшить культурную карту страны, расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, особенно малых городов и поселков, способствовать более тесному культурному обмену. Впервые Сарапульский драмтеатр принял участие в программе в 2018 году. Тогда обмены гастроли состоялись с Альметьевским татарским драмтеатром. А в октябре 2022 года поступило предложение о совместном участии в программе «Большие гастроли» от руководства Матыгинского драматического театра. В августе Сарапульская труппа отправилась на гастроли в далекий сибирский поселок на берегу Ангары, преодолели 3,5 тысячи километров, пересекли три реки и не пожалели. Ведь Матыгинский театр – явление поистине уникальное. Сегодня это единственный профессиональный государственный театр в России, который находится в населенном пункте численностью 5 тысяч человек. Наш театр представил на суд сибирского зрителя три постановки – «Анна Франк. Дневники», «Бона Апити» или «Ужин по-французски» и «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», которые были тепло встречены зрителями. А для артистов участие в гастролях – это новые знакомства, впечатления и, конечно, опыт. Но путешествие Сарапульской труппы в сибирский поселок было лишь частью больших гастролей. На минувшей неделе артисты Матыгинского драмтеатра побывали с гастролями в Сарапуле. Показы спектаклей Сибирского театра прошли с аншлагом. Билеты были раскуплены задолго до выступления. Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России и открыта для сотрудничества с профессиональным театральным сообществом во всех российских регионах и странах ближнего зарубежья. 13 октября исполнилось 100 лет со дня рождения ученого, уроженца города Сарапула Алексея Бодолева. Одним из памятных мероприятий стала торжественная презентация почтового конверта с церемонией его гашения специальным штемпелем. Алексей Александрович Бодолев, потомок купеческой династии Бодолевых, советский российский психолог, доктор наук, профессор, автор более 400 научных трудов. Он стоял у истоков создания акмеологии, возрастной психологии. 13 октября 2023 года, в день столетия Алексея Бодолева, в Сарапульском музее-заповеднике прошло памятное мероприятие – торжественная презентация, посвященная ученому почтовой продукции. Во встрече приняли участие представители администрации города и Сарапульской городской думы, психолога, педагогического сообщества, историки и краеведы, филателлисты. Участники процедуры спецгашения поставили на конвертах свои автографы и произвели гашение конвертов штемпелем. Один экземпляр памятного конверта был торжественно передан фонде Сарапульского музея. В завершении мероприятия все желающие смогли приобрести и погасить памятные конверты. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателлистическую ценность. На маркированном конверте портрет Алексея Бодолева, созданный на основе фотографии 1979 года, из личного фонда ученого, который есть в коллекции Сарапульского музея. На отиске специального почтового штемпеля, изображение выдающегося земляка и памятная надпись. Конверты уже поступили в продажу во все почтовые отделения Удмуртии. Их общий тираж – 200 тысяч экземпляров. В рамках проекта «Город на ощупь, поддержанного президентским фондом культурных инициатив» в Сарапуле открыли еще два тактильных барельефа, которые позволят слабовидящим туристам познакомиться с культурным наследием города. А Академия волонтеров 6.0 продолжает готовить экскурсоводов, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Тактильные барельефы – это уменьшенные копии зданий с соблюдением всех деталей пропорции, которые сопровождаются описанием на шрифте Брайля. Они помогают слабовидящим людям через тактильное ощущение узнавать больше об истории и культуре города и его известных и знаковых личностях. К 15 барельефам, уже установленным и расположенным на трех популярных туристических маршрутах, на днях добавились еще два. На здании бывшего удельного ведомства, ныне школа номер 4, и на здании по улице Первомайской, дом купца Смагина. Такие инклюзивные маршруты позволяют не только увидеть и услышать историю, но и потрогать ее. В этот же день в городской администрации торжественно чествовали выпускников шестого сезона Академии волонтеров. Напомним, в рамках этого проекта, который реализуется Сарапульской организацией Всероссийского общества инвалидов и является продолжением проекта «Город на ощупь», подготовлено 52 экскурсовода-волонтера. За активную работу и вклад в социальную сферу Сарапула многие выпускники Академии были отмечены наградами Городского управления образования и Сарапульской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Том Сойерфест – это даже не про дома, а про людей. Людей активных и неравнодушных, желающих сделать свой город лучше и краше, сохранить его историческую индивидуальность, объединиться в дружное сообщество. Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды Том Сойерфест зародился в 2015 году в Самаре и за несколько лет привлек в свои ряды сотни волонтеров. Сарапул стал первым городом в Удмуртии, который включился в Богое дело. Случилось это два года назад по инициативе Городского совета работающей молодежи. Первым объектом, который получил новый облик благодаря усилиям волонтеров, стал дом номер 58 по улице Советской. На сегодняшний день количество обновленных домов – 18, а среди участников фестиваля – горожане, в том числе молодежь, представители бизнеса, власти, общественных организаций. Многие из них в эти дни принимают участие в работе первого в Республике форума слёта волонтеров «Городские зарисовки Том Сойерфест». Перенять опыт других и поделиться своим планируют участники Сарапульского форума, а это 30 волонтеров из пяти российских регионов, а также побывать на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. В уходящем году в Ленинском парке появилась новая локация для активного отдыха горожан, созданная в рамках реализации проекта «Плогинг эстафета «Мой чистый город». Экотропа протяжённостью 800 метров, которая интересна ещё и тем, что пересекает расположенные территории парка, археологический памятник федерального значения «Кладовая веритья» будет радовать не только поклонников северной ходьбы, но и любителей спорта и горожан. За четыре года участниками проекта «Мой чистый город» стали 800 человек. Воспитанники детских садов, школьники, студенты, работники предприятий, представители бизнеса выходили на субботники, помогая сделать город чище и уютнее. К работам по созданию экотропы в Ленинском парке активисты приступили весной этого года. Расчищали территорию от строительного и бытового мусора, выкладывали тропу щепой, разрабатывали удобную навигацию. Благодаря энергии и усилиям неравнодушных горожан в Сарапуле появилась новая локация для активного отдыха и занятий спортом на природе. Экотропа протяженностью 800 метров, которая интересна еще и тем, что пересекает расположенный на территории парка археологический памятник федерального значения «Кладовая веритья», будет радовать не только поклонников северной ходьбы, но и любителей лесных прогулок, лыжников и велосипедистов. Сарапульцы, как и их соотечественники, объединились для помощи своим землякам, несущим службу в зоне специальной военной операции. Помощь оказывают представители руководства города, специализированные фонды, общественные организации, предприятия и школьники. Проводятся встречи главой города и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» с ветеранами боевых действий и членами их семей для поддержки и помощи в решении различных вопросов. Проходят школьные акции «Письмо солдату», сбор гуманитарной помощи, изготовление маскировочных сетей, тактических браслетов и других необходимых на передовой вещей. Активно работают волонтеры движения «Своих не бросаем» и «Шьем для наших». В памяти земляках, героически погибших в ходе специальной военной операции, в образовательных учреждениях, выпускниками которых они являются, были открыты мемориальные доски и памятные уголки. 2023 год был богат на юбилеи муниципальных служб и учреждений. Так, вековой юбилей отметили архивы Удмуртии и 105 лет архивы России. 105 лет отпраздновал Сарапольский ЗАГС, чьи сотрудники были и остаются свидетелями главных событий в жизни каждого человека. Архив Сарапольского ЗАГСа – это более 300 тысяч записей, от первых сделанных священниками в метрических книгах до современных электронных документов. Сотрудники ЗАГСа в своем музее бережно хранят свидетельства разных периодов работы управления и связанных с этим событий, будь то свадебные наряды, фотоальбомы молодоженов или буклеты для выручения при регистрации новорожденных. Поздравить Сарапольское управление с юбилеем приехали представители руководства города и республики. Председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова отметила, что сотрудники нашего ЗАГСа активно внедряют различные современные технологии, касающиеся учета и регистрации. Так, например, в прошлом году в Сараполе впервые в Удмуртии было оформлено цифровое свидетельство о рождении ребенка. В городе Сараполь создана очень серьезная системная работа по внедрению в жизнь хороших традиций, сохранению семейных духовно-нравственных ценностей, которые традиционны для Российской Федерации. То есть у вас здесь проходят практически ежемесячно юбилеи семейной жизни, где идет честование крепких семей. У вас честуют новорожденных. Именно речения, празднование юбилеев семейной жизни, официальных российских праздников, таких как День любви, семьи и верности, организация школы невест для будущих жен. Все эти мероприятия стали в Сарапольском ЗАГСе традиционными. Это гордость не только нашего города Сарапова, это гордость Удмуртской республики, что у нас ответственнейший для каждой зарождающей семьи в любой момент происходит именно в стенах этого особняка. И даже в свой юбилей работники ЗАГСа стремятся устроить праздник другим. Отметить день рождения управления пригласили пары, отпраздновавшие деревянную, пять лет супружеской жизни, и оловяную или розовую, десять лет, чтобы они снова пережили те волнующие моменты. Торжество получилось самым настоящим – с тортом, свадебным танцем, подарками и поздравлениями. Дмитрий и Анастасия Ижбалди, на которые недавно отметили пятилетие брака, встретились на работе. Пришел супруг туда, устроился, и вот как-то познакомились, общались, поженились в конце концов. То есть служебный роман? Служебный роман с продолжением. Сотрудники ЗАГСа были и остаются свидетелями главных событий в жизни каждого человека. Открывшаяся в драмтеатре выставка «Сарапул», которую мы храним, результат кропотливой работы двух коллективов. Театр и архивы. Представьте себе, из 23 тысяч единиц хранения отзывованных фотодокументов, и все это делалось в этот раз без использования базы данных, выбрали, подобрали 160 данных фотографий. И вот самые-самые интересные, самые изюминки здесь представлены зрителям. На стенах репродукции фотографий «Сарапула» разных лет. На них не только здания, люди, но и целые фотоистории жизни города о том, чем он когда-то жил и дышал. Вот готовятся к заезду участники состоявшихся в 1970 году на стадионе «Энергия» соревнований по мотокроссу на льду. Вот репетирует детский духовой оркестр «Юные друзья милиции». А здесь позируют фотографу с продукцией своего предприятия работники пушно-меховой базы. Для Валентины Мурашкиной, проработавшей в Сарапульском архиве 35 лет, все фотосюжеты родные и знакомые, как и для многих горожан. Мне на этой выставке все очень близко к душе, потому что первое мое образование – это Сарапульский пищевой техникум. То есть в этом здании театра. Я когда-то училась в 70-е годы, а пушно-меховая база – это здание полуразрушенное, которое мы получили от администрации и которое мы восстанавливали. Поэтому это вот все очень близко, тепло к душе. В стеклянных витринах не менее уникальные документы и планы зданий с красочным изображением фасадов, многие из которых дореволюционной постройки. Сегодня Сарапульский архив хранит 2500 адресов городских зданий. О неоценимом вкладе архивной службы и у сотрудников дела сохранения исторического наследия страны говорили на торжественном мероприятии, посвященном юбилеям архивам России Удмуртии и Дню архивиста. Во встрече приняли участие архивисты-ветераны архивной службы, представители руководства города и республики, специалисты в области архивного дела сарапульских предприятий и организаций, владельцы коллекции документов, личных архивов. Действительно большое количество проектов нашего управления предприятий направлено на просвещение подрастающего поколения, да и вообще жителей Сарапула и наших гостей. За это, конечно, огромная благодарность. Большое количество проектов просветительских и издательских реализовано при непосредственном и очень крупно составляющем участии коллекции из управления предприятий архивов. Председатель комитета по делам архивов при правительстве Удмуртской республики Марина Кондратьева отметила работу Сарапульского архива, крупнейшего муниципального архива республики, хранящего 270 тысяч документов, и вручила его сотрудникам в качестве подарка план уездного Сарапула 1896 года. Стремительное время, в котором мы с вами живем, меняется экономика, меняются подходы к работе, меняемся мы с вами, но при этом остается самая главная цель, ради которой мы работаем – это сохранение документального наследия. Всем вам я желаю от всей души благополучия, здоровья вам, здоровья вашим близким, чтобы все у вас в жизни, в семье и в работе было всегда хорошо. В течение всего года в Сарапуле проходили традиционные спортивные массовые мероприятия. Самая большая лыжная гонка «Лыжня Россия», легкоатлетическая эстафета мира, спортивный праздник в честь Дня физкультурника, Всероссийский день бега Кросснации, фестиваль оздоровительного туризма, Кругосветка Удмуртии. О лыжне России можно точно сказать – победа здесь не главное. И хотя в гонке ежегодно участвуют и спортсмены-профессионалы, основная идея состязаний – массовость и всеобщая доступность. Воспитанники детских садов, школьники, взрослые – у всех есть возможность проявить себя. Первыми по традиции стартовали профессиональные лыжники. Здесь по итогам забегов на дистанции 5 километров равных не было Леониду Бутакову, Олесе Шакерзяновой и Лиле Красноперовой. Десятикилометровку быстрее всех преодолел Юрий Чижиков. После торжественной церемонии открытия в борьбу вступили участники массовой гонки. Перед этим с удовольствием разогревшись под веселую музыку в разминке от медиков Сараповской городской больницы. Свои силы на дистанции 500 метров попробовали самые маленькие участники – дошкольники. И пусть не все прошло гладко и не обошлось без досадных падений, боевой дух юных спортсменов это не сломило. Падали, но поднимались. Философия спорта – философия победителей. Дистанцию в один километр преодолевали участники ВИП-забега. Лучше всех это получилось у Дмитрия Калинина и Ольги Романовой. Затем километровку отправились покорять школьники 2014-2015 годов рождения. Первые места здесь заняли Дима Силин, школа номер 8, и Катя Темнова, про гимназию номер 10. Лучшее время на дистанции в символические 2023 метра среди юношей 2013 года рождения и старше показал студент Сарапольского техникума машиностроения и информационных технологий перворазрядник по лыжному спорту Джамиль Махмутов. Среди девушек этой возрастной группы на этой же дистанции победу праздновала Дарья Дядькина из гимназии номер 20. Помимо награждения призеров лыжни золотыми знаками всероссийского движения «Готов к труду и обороне» были отмечены юные спортсмены – ученики школы номер 9. Почетными гостями парада участников, открывшего эстафету, стали ветераны спорта Сарапула. В пробеге памяти, символизирующем победный путь, который прошел наш народ, одолевший врага, мог принять участие любой желающий. Стартовал он на стадионе «Энергия» и завершился на площади «Мужества». Участники пробега возложили цветы на постамент боевой машины пехоты и почтили память павших минуты молчания. Участникам основной дистанции предстояло преодолеть почти 6 тысяч метров по Сарапульским дорогам. Этапы эстафеты пролегали по нескольким улицам города. Первыми в борьбу вступили ученики 5-9 классов школ города. Последний 14-й этап стал для участника спортивной команды школы номер 13 Николая Кузьмина непростым испытанием. Но даже досадное падение на финише не омрачило радость победы. Очень было трудно бежать из последних всех. Нужно было полностью вылазиться, чтобы был хороший результат для команды. Следом звания лучших оспаривали легкоатлеты 10-11 классов. Здесь первое место заняли представители гимназии номер 20. Среди участников техникумов и колледжей равных не было спортсменам колледжа социально-педагогических технологий и сервиса. Среди команд предприятий и учреждений победу в первой группе праздновали бегуны электрогенераторного завода, а во второй – акционерного общества «Милком». 12 августа на стадионе «Энергия» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Множество спортивных состязаний как для профессиональных спортсменов, так и для всех желающих. Более 40 команд из Удмуртской республики, Пермского края, Башкирии, Татарстана и Кировской области приехали в наш город для участия в юбилейном турнире «Кубок мечты». Одним из самых массовых видов стал футбол для ребят. Здесь происходили настоящие схватки за победу. Футболисты отстаивали свои ворота и старались забивать мячи соперникам. Громкие крики, игра в барабаны и овации болельщиков. Зрители не оставались в стороне и поддерживали участников. На другой площадке спортивного комплекса «Энергия» проходили всероссийские соревнования «Оранжевый мяч». Здесь свое мастерство показали баскетболисты. Самой сильной соревновательной площадкой стал армрестлинг и гиревой спорт. Ефим Лушников спортом занимается более 7 лет. Лучшим результатом было поднятие гирь весом 24 кг 112 раз. Молодой человек делится. Секрет хорошего результата заключается в упорных тренировках и стремлении. Что нужно для успеха? Большая сила воли и большое терпение. Желаю всем спортивным людям, чтобы была сила, чтобы заниматься, чтобы не было вредных перевычек. Дмитрий Ожгихин пришел на соревнования в качестве зрителя, но решил попробовать свои силы и зарегистрировался на армрестлинг, по итогу показав хороший результат. Юноша считает, что спорт важен в жизни каждого человека. Это и здоровье, и красивое тело. Я просто для себя занимаюсь, поднимаю, там все. Как бы здоровье, ну и тело красивое, конечно. Желаю в первую очередь здоровья, если честно, удачных попыток в спорте. В спортивном зале за первенство города по волейболу боролись мужские команды, а самые меткие участники праздника попробовали свои силы в личном первенстве по пулевой стрельбе в тире. Командным состязанием стало перетягивание каната. Здесь спортсмены общими усилиями старались побороть соперников. День физкультурника в Сараполе продолжился в течение нескольких дней. Каждый смог принять участие в полюбившемся виде спорта и получить заслуженные призы и награды. 16 сентября в Сараполе состоялся Всероссийский день бега Кросснации. В мероприятии традиционно приняли участие горожане, активисты, спортсмены, школьники и студенты, а также сотрудники различных организаций города. Зажигательные творческие номера радовали спортсменов в осенний день, а заслуженным спортсменам и любителям спорта в торжественной обстановке вручили золотые знаки отличия ГТО. Сотни спортсменов города и любителей встретились на массовых забегах. Здесь как взрослые участники, так и малыши из детских садов. Все участники распределены по возрастным категориям, для каждой из которых предусмотрена своя дистанция. Многие стремились преодолеть расстояние быстрее других и боролись за победу. Другие совершили пробежку для собственного здоровья. Далее вип и тематический костюмированный забег по 900 метров, на которых участники показывают отличные результаты. Здесь бегут целыми семьями в ярких костюмах и с отличным настроением. По итогам спортивного мероприятия среди участников забегов с учетом возрастных групп были выявлены самые лучшие, быстрые и выносливые. Победители и призеры соревнований были награждены организаторами соревнований. Но самым главным достижением этого дня для всех стал прекрасный эмоциональный и спортивный заряд бодрости и прекрасного настроения. Сарапольская кругосветка стала отличным поводом в минувшую субботу, отбросив все дела, совершить лесной променад. Тем более погода в этот день благоволила участникам. Дистанцию в 3,6 километра преодолевали дружно с песнями и речевками. Первыми среди школьников финишировали ученики школы номер 2. Все участники кругосветки получили заряд бодрости, хорошего настроения и вкусную походную кашу с чаем. Уже не первый год Сарапул принимает участников Кубка по БМХ спорту. И нынче все пять этапов проходили на сарапольской земле. Прошедшие состязания – первый из пяти этапов Кубка Удмуртии по БМХ спорту. В течение сезона сарапольский трек станет местом проведения еще четырех этапов. Они заработают очки на первом этапе. И по сумме вот этих пяти этапов определится победитель Кубка Удмуртии. Соперниками наших гонщиков, чемпионов Удмуртии, членов сборной республики, стали ребяты из Ижевска и Каменск-Уральского. Воспитанники спортивной школы Сарапул Марк и Никита Голубевы сезон открыли еще в феврале. Уже успели принять участие в состязаниях российского уровня в Пензе и Саранске, где вошли в пятерку лучших. И в первом этапе Кубка Удмуртии также выступили отлично. Ну вот сегодня вы уже откатались, то есть заезды у вас прошли. Как сами оцениваете свои выступления? Хорошо, я приехал первый в первом заезде. Да, я тоже хорошо, я первый приехал в первом заезде. Не было равных в заезде участников 2015 года рождения нашему Матвею Логинову. Он стал первым среди восьми соперников. Оставлю в Сарапуле все свои медали, чтобы ржавские не собрали. И свое обещание Матвей, надо сказать, выполнил, одержав победу в своей возрастной группе. Также фаворитами своих заездов стали наши Марк Голубев, Ярослав Лунков, Матвей Краснов, Никита Булдаков. Вторые места завоевали Роман Хаиров, Никита Голубев, Максим Хаиров, Виктория Мусикян, Владислав Новоселов. Бронза у Дмитрия Пименова, Егора Сухих, Киры Лоханиной и Глеба Григорьева. Об итогах работы Сарапульской городской думы в выходящем году рассказывает ее председатель Сергей Смольков. Уважаемые сарапульцы, от имени Сарапульской городской думы разрешите поздравить вас с наступающим 24-м годом и Рождеством. В 2023 году депутаты 7-го созыва городской думы продолжили своевременно реагировать на возникающие проблемы и отставить интересы своих избирателей. Принимались решения по бюджету, уставу города, по вопросам муниципальной собственности, благоустройства города, социальным вопросам. Совершенствовалась нормативная база местного соправления. К городской думе было проведено 10 сессий, рассмотрено и принято более 90 решений. В результате проведенных дополнительных выборов в сентябре 2023 года обновился состав депутатского корпуса. Два депутата пополнили ряды думы. Дорогие друзья, каким будет грядущий год, зависит в том числе от нас с вами. Я искренне верю, что каждый в 2024 году обязательно добьется успеха. Пусть Новый год будет щедрым на радостные события, принесет удачу, мир и достаток в каждой семье. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в себе. Таким был уходящий 2023 год. Пусть наступающий 2024 будет насыщен хорошими новостями, новыми реализованными проектами и самыми добрыми начинаниями. Удачи, благополучия, здоровья, счастья вам и вашим близким. До встречи в Новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова